Привет, с вами Герц Никита, и наконец-то я вернулся на свой канал после довольно долгого перерыва. Прошло, по-моему, уже более двух месяцев, два с половиной месяца. Я на самом деле никогда не делал таких долгих перерывов в своей деятельности, но, так скажем, мне нужно было время переосмыслить мое, так скажем, творчество, остальные мои хобби и мою работу. И сегодня я готов продолжить снимать для вас мои видео. Все давно просили меня, опять же, просили вернуться к летсплеям, но на самом деле я в компьютерные игры, наверное, месяцев 7 не играл, если не больше, то есть вообще ни разу не заходил. Потому что в свое время я в компьютерные игры очень сильно переиграл, то есть по 7-8 часов в день я играл, когда был подростком, и, соответственно, у меня просто этот интерес угас к этим компьютерным играм. Но сегодня я хотел бы выразить свое небольшое мнение на фильм «Громкая связь». Опять же, в этом фильме выступал знаменитый квартет И. Ну что ж, ребят, давайте начнем. На этот фильм я, на самом деле, сходил в Международный женский день 8 марта, то есть прошло уже порядка недели, и сегодня я хотел бы записать мнение на этот фильм. На самом деле мне этот фильм понравился, то есть, можно сказать, довольно жизненный, с таким, можно сказать, юмором забавным. Понятное дело, что это не тонкий юмор, потому что тогда бы у этого фильма не было бы таких больших кассовых сборов, потому что тонкий юмор, конечно же, не каждый человек поймет. То есть юмор в этом фильме присутствовал довольно прямолинейный и пошловатый. Даже местами были, так скажем, драматические моменты. В разгар лета три старинных друга решили собраться со своими женами на уикенд. Но у одного друга, так скажем, его новая подружка приболела, и поэтому они были без нее. И одна из жен этих друзей предложила сыграть вместо мафии в игру, так скажем, под названием «Громкая связь», как этот фильм и называется. То есть все участники этой игры выложили на стол свои телефоны, и когда прозвучали бы звонки, они ставили телефоны на громкую связь и зачитывали свои сообщения, которые им приходили. Ну и, как вы понимаете, ничем хорошим это не закончилось. То есть, опять же, спойлерить не буду, но, как вы понимаете, были измены, какие-то драматические моменты и так далее. То есть, ну, в основном, понятное дело, раскрывались измены. И только один интеллектуальный человек, который не решился сыграть в эту игру, это был пластический хирург, то есть хозяин вот этого дома, где собрались вот эти вот друзья со своими женами. Ребят, на самом деле мне фильм понравился, то есть довольно простой для просмотра, можно сказать, такой незамысловатый, но тем не менее он большому количеству русских зрителей понравился. Потому что, опять же, описывает, можно сказать, жизнь 80% населения России. Ну, ребят, на самом деле бы я этому фильму поставил бы баллов 7 или 8 из 10. То есть, довольно неплохой фильм, забавный и простой для просмотра. Можно сказать, семейный фильм. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok